Будем честны, нас закрыли, хотя некоторые люди говорят, что мы их же не закрыли, просто наложили арест на их имущество, просто отобрали у них все оборудование. А так стоит, что не закрыли, сами помыслов не закрыли, вот пусть идут и работают. Ну вот мы и идем, мы работаем. Но вместе с имуществом Апреля в здании медиафорума остались также и наши личные вещи. У нас есть телефоны, мы ведем стримы на телефоны, мы снимаем на телефоны. У нас есть наши личные фотоаппараты, есть ноутбуки. Поэтому, в принципе, есть возможности как-то выкрутиться. Конечно, качество картинки несколько страдает, ну что поделать. Мы просто уходим по всяким злачным местам, просим спуститься погреть, чтобы нас спустили погреться, заказываем стакан воды. Ну или там в какой-нибудь смузи и сидим целый на протяжении там нескольких часов, пока идет монтаж. Пока кто-то, у нас же две редакции на каргызском языке и на русском языке. То есть пока один пишет текст, другой подтягивает этот несчастный стакан медленными медленными глотками. Вот, потом монтируем, все это делаем, режем синхронные вот на ноутбуке, который взяли из дома. Вот, и вот в течение всего этого подтягиваем, подтягиваем. Никто не думает никуда расходиться, поскольку нам интересно и к тому же мы привыкли так работать, нам нравится наша работа. Пересидишь, когда в стране происходит такое, мы просто выполняем свою работу. А зарплата будет? Надеемся. Конечно, нужно постоянное место работы, место жительства, да, канала, поскольку, ну ладно, сейчас мы, мы как-то, да, что мы будем делать зимой? Холодно же будет на улице. Если законные способы не будут работать, то будем работать так, пока, как сейчас работаем. То есть эфиры в фейсбуке, эфиры в ютубе, сюжеты на коленке, ну даже сюжеты пишем, допустим, раньше сюжет писали на компьютере, и сейчас мы пишем на телефоне. Ну, нормально.